МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гостеприимный Омск стал 25-м городом по пути следования участников всероссийского автопробега «От моря до моря», посвященного 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Сегодня год 70-летия победы, и поэтому мы решили пронести эстафету памяти «От моря до моря», так и называется наш автопробег. И стартовали 22 июня в день памяти и скорби из города Кронштадта, от Балтийского моря, и дойдем, были уже Новороссийские на Черном море, дойдем до Тихого океана. Идея организовать такой автопробег родилась в общественной организации «Российский союз ветеранов». Впереди участников около 12,5 тысяч километров. Цель акции – почтить память российских солдат, которые защищали родину в дни Великой Отечественной войны. В Омске о подвиге героев традиционно вспоминали в Парке Победы. Здесь региональное министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта организовало митинг, на котором собрались представители нескольких поколений. Алые гвоздики возложили к открытому 9 мая вечному огню. Еще раз доказали то, что в нашем омском регионе патриотизм есть, у нас есть прекрасные парки, парки Победы. В этом году мы открыли и вечный огонь, который сейчас мы возлагали в Инки. Поэтому ребята проезжают. Наша задача – показать, что, еще раз повторюсь, наш город Омск не хуже других городов, где мы можем встречать, где мы можем показать свой патриотизм. А участникам хотелось бы пожелать хорошей дороги, чтобы они добрались до Владивостока и обратно. Ну и самое главное, я думаю, что они увидят, что действительно вся страна патриотически настроена, и нет ни одного уголка, где бы не было людей, которые не помнят о Великой Отечественной войне. В Омске автопробег задержался на два дня. Участники посетили Омский кадетский корпус, где побывали в музее и провели презентацию своей книги под названием «Семь великих битв». Дело в том, что у нас в такой краткой форме сейчас, наверное, трудно найти подобную книгу, в которой были бы отражены все наиболее интересные моменты этих битв. Кратко, сжато и наглядно. То есть хорошо проиллюстрировано и грамотно оформлено. Далее по программе посещение детского дома номер пять. Здравствуйте. Воспитанники встретили гостей не хлебом, солью, сладким пирогом. Ну, спасибо. Но все равно надо откушать. Обязательно. Там даже пчелки садятся. Спасибо большое. Ребята с интересом общались с ветеранами. Те, в свою очередь, подробно рассказали о своей книге. И в библиотеке интерната теперь тоже будет это издание. Воспитанники детского дома номер пять поблагодарили гостей и пожелали им счастливого пути. В конце августа автопробег кинишируют в Санкт-Петербурге, где 2 сентября, в день окончания Второй мировой войны, ветераны боевых действий примут участие в мероприятиях, посвященных этой дате.